Всем привет! Меня зовут Виктория. Сегодня мы будем готовить шоколадный брауни. Шоколадный брауни это очень популярный шоколадный десерт в Америке. Чем он отличается от своего друга шоколадного бисквита или шоколадного пирога, это тем, что текстура внутри у него должна быть очень влажная, а сверху тонкая хрустящая корочка. Для приготовления нам понадобится 2 яйца, 150 грамм сахара, 150 грамм муки, черный шоколад 200 грамм, 100 грамм сливочного масла, 50 миллилитров орехового масла, но конечно его можно заменить растительным маслом, разрыхлитель 1 чайная ложка, щепотка соли и 2 чайные ложки экстракта ванили. В небольшую емкость я положила 100 грамм сливочного масла и 200 грамм измельченного шоколада и поставила в микроволновку на одну минуту. Минута прошла и теперь надо хорошо размешать шоколад со сливочным маслом. Размешиваю шоколад с маслом до однородного состояния. В другую емкость выбиваю 2 яйца, добавляю 150 грамм сахара и 2 чайные ложки экстракта ванили. Хорошо перемешиваю венчиком. Перемешивайте венчиком или ложкой, ни в коем случае нельзя перемешивать миксером. Брауни не должен быть высоким, в этом и есть его отличие от шоколадного пирога, он не должен быть слишком высоким или воздушным. Затем добавляю 50 миллилитров орехового масла. Ореховое масло придаст вкусный аромат нашему бисквиту. Если у вас нет орехового масла, то добавьте растительное масло и щепотку соли. В муку добавляю разрыхлитель и хорошо перемешиваю. В муку с содой добавляю в яично-сахарную смесь. Перемешиваю до однородности. На моем канале есть другие рецепты тортов, бисквитов, десертов. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. Так же, как и полное количество ингредиентов. Добавляем растопленный шоколад со сливочным маслом. И все хорошо перемешиваем. Все готовится очень быстро и очень просто. Слишком сильно, долго не мешайте. В этом и заключается прелесть брауни. Сразу нажмите на колокольчик, чтобы подписаться на мой канал. У меня рецепты вкусные, оригинальные. Я стараюсь подбирать рецепты интересные и рецепты проверенные, которые я неоднократно уже готовила. Смазываем формочку сливочным маслом. Выливаю тесто в смазанную сливочным маслом формочку. Также в брауни многие добавляют грецкие орехи, чернослив, карамель, творог. Если вы желаете, то добавьте грецкие орехи. Получается очень вкусно. Немножко встряхиваем формочку, чтобы убрать воздух. И ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Но смотрите, осторожно, потому что все-таки он должен немного пропечься, пирог. Он не должен совсем быть прямо жидким внутри. Вот я сейчас проверю зубочисткой. Я вижу, что еще немного он слишком сырой. Поэтому оставлю еще на недолго в духовке. Минут через 20 можете проверить, потому что это в зависимости от духовки, от формочки. Брауни готов. Я ему даю остыть и перекладываю на блюдо. Я подготовила шоколадную глазурь из сливочного масла и шоколада. И сейчас полью брауни глазурью. По традиции его выпекают часто в квадратной форме. Но у меня не было квадратной формы. Поэтому я его нарезала на прямоугольнички. Также его можно нарезать на квадратики. Надеюсь, этот рецепт вам понравится. Обязательно попробуйте его. Получается очень вкусно. Особенно для любителей шоколада. Сейчас вот я разрежу и покажу, какой он получился внутри. Я еще раз подчеркну, он не должен... Бисквит должен быть довольно плоский, не сильно подниматься. Вот примерно такого размера. Всем желаю приятного аппетита, хорошего, позитивного настроения. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!